— Можно еще один вопрос? — Вы знаете, это очень важный момент, который я бы хотел рассказать. Как в Лондоне действовать? Если бы вышел судеб в Лондоне и что-то собрал, ну все. Вот просто все. Именно поэтому Березовский соборонщик вынужден был рассказать всю историю развития страны. Потому что если бы кто-то из них начал брать, он, соответственно, проиграл бы сразу суд. Это первое, это однозначно. Второе, попал бы на 5 миллиардов долларов. Соответственно, никто не хотел попадать на эти деньги, и они попали в такую сложную ситуацию. И вот я почему говорю, что я считаю, что мы тоже должны двигаться в этом направлении. Но без судебной системы, то есть то, в каком состоянии сейчас находят судебное решение, ну это про систему. Ну это просто туши свет и гаси, так сказать, там. И, по крайней мере, у меня ощущение, с учетом того, что Дмитрий Анатольевич Медведев, он все-таки в этом направлении довольно-таки много понимает, да. Я думаю, что это удастся сделать. И еще раз хочу сказать, что любые чиновники или судьи, которые принимают неправомерные решения, да, когда ты на них наставляешь камеру, они сразу убегают, они боятся, они боятся камеру, как дураканы, понимаете, которые вот... И еще раз говорю, то, что сейчас запустили вот этот сайт со всей тупостью чиновников, на котором будут бороться, значит, Россия без дураков, большое, ну, открытое правительство, да, это, конечно, очень серьезный шаг. И я думаю, что, безусловно, в их поле видения попадут и суды, и судьи, и, вы знаете, вот, значит, два анно-западного округа точно попадут абсолютно, значит, со всеми вытекающими отсюда последствиями, ну, да, пока у меня вот есть энергия с этими вопросами биться и бороться, и тут я, так сказать, много рад, что, по крайней мере, несколько человек, так сказать, не изменяет своим правилам, приходит в гости и поддерживает, ну, там... Если не посадят за оскорбление полицейского. Да, эти придурки, значит, они полные идиоты, значит, они завели уголовное дело по поводу того, что я оскорбил какого-то милиционера, значит, вот на когда-нибудь патрульскую мили у меня заплатывали, значит, первое, я не называл никакой фамилии, потому что я фамилии не знал, да, то есть, но самое прекрасное, что я говорю, вы знаете, вы, мы смешиваем, спасибо вам большое, потому что я четыре месяца пытаюсь завести уголовное дело, да, по безобразию, которое было на патрульской милиции, мне это не удалось, ну, понятно, по определенным причинам, потому что, значит, они все блокируют, а тут они сами завели, сами завели, ну, соответственно, значит, понятно, я говорю, нет, ну, что, может, как-то, значит, там, попробуй, я говорю, ничего подобного, значит, я это делаю, во что-то, и все, и пусть они все, придут, значит, и расскажут, значит, мне, кого я там оскорбил, значит, на патрульской миле, ну, соответственно, значит, мы объясним вообще все остальное, вот, то есть, ну, приходится такими, нету... Мы люблю сегодня показывать видео, и очень интересный момент, ну, у участкового стоит, значит, куча уголовников, ну, с чего вы видите, нападают на наших сотрудников, стоит полиция, и участковый, под камерой говорят, извините, пожалуйста, вы видите драку, а вы кто, представьте еще, я участковый такой-то, все под камерой, вы видите драку? Нет, ну, вот же, вот драка, вы можете вмешаться? Заявление напишет, вмешаетесь. И стоит полковник МВД, который командует этим всем, персонеров, спецназ МВД, и они все стоят и смотрят на это, как уголовники, которые с распальтовкой там кидаются на наших сотрудников, и, ну, мягко говоря, за такой сажать в тюрьму не только эти уголовники, но и инвестиционеры, а вообще продолжается. И уголовное дело, например, по факту на падение на Оксану Кушкину, которое снято на видео, то есть, может быть, возможно, оно закрыто, вы не нашли состав. Состав не нашли. То есть, на видео снято. И вот реально Россия без дураков, да, это то, кто, она какая есть, и пока эти, значит, дебилоиды, значит, вот они, к сожалению, их очень большое количество. И они, к сожалению, находятся абсолютно во всех системах. И надо их, братья, значит, выводить на белый свет, и, значит, чтобы все семьи, жены знали, какие они придурки, значит, и уроды. Вообще, за такие вещи, конечно, я не сторонник Сталина. Мы стали за такие вещи, расстрелял бы сразу. Без вопросов, взял бы или взял, чекотник построить. Все, варь. Потому что это люди, которые подрывают просто, то есть, это терроризм. Это хуже, чем терроризм, понимаете? Они подрывают веру у нас, у граждан, значит, в норму. Я понимаю, в 91-м году, когда у нас развалилась вся страна, да? Но сегодня 2011 год, и то, что они делают, но, мягко говоря, не поддаются никаким ни разуму, ни каким-то, если я говорю, вот. Поэтому будем смотреть.